Рано наступившая зима с сильными морозами и ветрами. Проблемы с углем, низкие температуры в квартирах и повышение тарифов в так называемом новом городе. Все это вызывает недовольство горожан. Чтобы понять причины проблем и разобраться в них, нужны разъяснения, пояснения и ответы. Сегодня мы здесь собрались за круглым столом, все причастные к жизнеобеспечению, в смысле к отоплению нашего города. Поэтому сейчас хочу предоставить слово Алле Стебелевой по тем вопросам, которые ставятся у нас в городе. Пожалуйста. Основной вопрос, который на сегодняшний момент волнует жителей. Почему в городе уголь появился, но тепла как не было в квартирах, так и нет? Да, уголь появился. Оно в связи с тем, что в период форс-мажорных обстоятельств, когда угля не хватало и приходилось экономить на угле, произошла разбалансировка системы. Поскольку и сами жители некоторых домов, и в том числе где-то и управляющие компании в угоду, скажем, части населения, то есть пытались поднять температуру в квартирах, в связи с этим произошла разбалансировка системы. Плюс, ко всему прочему, наложился фактор того, что закончилась программа переселения из ветхого и аварийного жилея, которая дала дополнительную нагрузку на энергосистему города. И старый район, с которого люди должны были выселиться, и они сейчас уже выселяются, на этот период не было отмышлено. Как результат, вся система, это как единый организм, дала сбой, и в настоящее время проводится работа по отладке. Как долго эта работа продлится? Скажем так, разбалансировать систему ее достаточно легко. Для того, чтобы ее привести в належащее состояние, это уже работа не одного дня. Разбалансировать ее можно за буквально считанные дни. То есть вы пригласили специалистов? Мы пригласили специалистов теплоэнергетиков, сетевиков, которые имеют колоссальный опыт эксплуатации тепловых сетей. И они в настоящее время совместно и с управляющими компаниями, работниками и поворачьих компаний, и с нашими работниками проводят инвентаризацию сетей. Определение вот этих как раз узких мест, где происходит у нас утечка тепла, так это назовем, да? Даже не утечка, а потери тепла. И разрабатывают комплекс предприятий. Работы проведены по каким адресам, по каким микрорайонам? В каких микрорайонах больше всего страдает от холода, скажем так? Ну, традиционно у нас страдает окутузовка, да? То есть, так мы назовем, в общем-то, проблема, она тоже, она известна. Уже эта проблема не родилась ни в первом году, да, ни в этом году она уже исторически сложилась. На сегодняшний день по этому району пути решений, то есть, решение, да, скажем так, комплекс решений, он определяется. То есть, на каком из решений остановимся, пока еще неизвестно, но ситуация, она понятна. Что там происходит? Также у нас проблемные районы, это у нас проспект Ленинградский, вот, и 60 лет. СССР, СССР, да. Я так понимаю, что вот такие Ленинградский СССР, это как раз из-за разбалансировки? Да, то есть, как раз это из-за разбалансировки это и происходит. У нас в настоящее время получается, что вновь построенные дома имеют избыточное тепло, а вот эти вот старый город наш, он тепло не получает. Ну, просто на Новом Городе, да, из года в год, раньше было очень-очень-очень жарко, было тепло, хорошо. Будет ли когда-нибудь так же тепло, как было раньше? Ну, не только к вам, наверное, ко всем этот вопрос. Ну, я, наверное, отвечу. Мы для этого и работаем, чтобы у людей в домах был комфорт. Поэтому мы сделаем все возможное для того, чтобы эту проблему решить. Ну, вот тут жалобы еще и Парковая улица, и полиграфистов, космонавтов. Ну, 60 лет ССР практически вся. А вот Студенческая 12 и 60 лет ССР дом 2. Два дома, люди сами удивляются, два дома рядышком. На Студенческой 12 жарко, 60 лет ССР 2 холодно. Ну, это, я думаю, поясница Андрея Владимировича. Ну, во-первых, хочу сказать, что согласно постановлению правительства Российской Федерации 354-го существуют нормативы температурного режима в жилых помещениях. На сегодняшний день это в угловых квартирах считается нормой 20 градусов. Во всех остальных квартирах считается нормой 18 градусов. И такого, как было раньше, что в квартирах 25-26 градусов, и открыты форточки, и окна, что мы топим улицу. Сейчас такого не будет. В городе была ситуация сложная, что не было угля, температура не соответствовала. На сегодняшний день эта ситуация уже более-менее стабилизировалась. В последних, по заявлениям граждан, контролеры отрабатывали, замеряли тепловой режим в квартирах. В последние дни, когда уже отписываю ответы жителям на эти заявления, мы прикладываем акты замеры температуры. На вчерашний день при всех отписанных заявлениях ни одного случая, чтобы ниже 18 градусов температуры в жилом помещении не было. Вроде, да, существует разбалансировка по новому городу, ну, по постоянному вот этому городу, не новостроек. Особенно проблема в больших домах где 10, ну, там от 8 и выше до подъездов. Те подъезды, которые крайне дальние от элеваторных узлов. Потому что где-то были увеличены шайбы, где-то вообще есть случаи, что, допустим, шайбы убраны. И в связи с этим нехватка тепла получается по всему, говоря, кварталу. У меня к вам еще вот такой вопрос. Швы нужно делать. Еще прошлую осенью заявку на швы подавали. Так никто и не сделал. Говорят, машины, чтобы поднимать работников на этаж, мы должны сами заказать. Тут же пишут, стоимость машины стоит в час 1500 рублей. Насколько? Мы ни одному человеку не сказали сами заказать. Просто люди приходили, говорят, мы, может, сами закажем машину. Я говорю, для чего вы будете сами, если эти виды работ заложены у нас. Да, в этом году была проблема. У нас каждый год мы заказывали скалолазов. Приезжали, они из города Братска. В этом году они к нам не приехали, потому что объемы работаем. Они набрали у себя поблизости, к нам не поехали. В городе проблемы скалолазов не найти. Машина МШТС, которую достают до пятого этажа, тоже их ограниченное количество. Это у Фомича есть, но у Андрея Вячеславовича, мы когда обращаемся, он не отказывает. В том случае, если у него машина свободна. В этом году с программой переселения у него машина была задействована на строительстве новых домов. Поэтому машину было очень трудно взять. Когда машину давали нам, давали на час, на два, мы старались отработать самые кричащие заявки. И люди, многие, которые обращались в этом году, мы им поясняем, что ваши заявления у нас все приняты, составлен график, что в следующем летний период эти заявления будут отработаны. Плюс в прошлом году мы провели большую работу по тепловизионной съемке этих швов. И много заявлений, которые жители писали в прошлом году, мы просто сейчас уже ведем работу на основании этого тепловизиона, съемки, приглашаем к себе жителей. И вместе с ними смотрим их квартиру. Много заявлений просто-напросто отпадают сами собой. Шов визуально целый, по тепловизионной съемке тоже показывают, что утечки тепла по данному шву нет. Есть еще другая проблема, но жителям я пытаюсь объяснить, она была у меня лично дома. Может быть такая и у них. Стояли старые окна деревянные, казалось мне дует, что у меня по шву. Я вышел, сам посмотрел свой шов. Шов целый, по тепловизионной съемке целая. Оказывается, задувала под слив подоконника, между окном, по стене и сюда, к плинтусам. Казалось, что дует по плинтусу. Когда я у себя произвел утепление, у детей в комнате поменял окно. Поставил пластиковое, на кухне сделал утепление. Вскрыл просто под подоконником и у себя с квартирой утеплил. Эта проблема у меня снялась. Еще возникает такая проблема, вопрос, почему кто это и для чего делает. Ночью, и замечено уже не одним человеком, почему-то ночью температура батарей становится ниже. Такая же ситуация с выходными. То есть это как раз те моменты, когда невозможно позвонить в ТЭС и сказать, придите, вот у меня холодно. То есть вы можете позвонить в любое время дня и ночи. У нас диспетчерская служба круглосуточная и сантехники работают круглосуточно. Если даже до 8 часов они находятся на предприятии и работают по заявкам, после этого они дежурят на дому и в любое время диспетчер их вызывает, они отрабатывают. А что касается понижения температуры на домах, ну это надо спросить у Павла Петровича. Ну, в общем-то, такие факты мы у себя не фиксировали. Если бы мы имели подобную информацию, которая приходит, опять же, к нашему диспетчеру, работающему круглосуточно, мы бы безусловно, конечно, реагировали на это. Если я у себя помечу, конечно. Значит, я могу по данному вопросу пояснить. Просто ночью температура наружного воздуха падает, а котельная является достаточно инерционным объектом, который не в состоянии среагировать на сиюминутное изменение температуры. Поэтому, если так вот на графике показать, она в любом случае будет сглаживать. Они не могут моментально затопить все 7 котлов, а потом 7 котлов или там 3 котла остановить. Вот из-за этого, то есть, получается, контраст температур дневные и вечерние. Плюс до 40% теплопотер в квартирах, я просто в своем доме живу, изучаю этот вопрос, связано с потерями тепла через оконные проемы. Если, я про свой дом скажу, да, у меня днем нагревается в квартире до 24 на своем отоплении, да, то ночью оно падает до 20. Это только из-за окон. У меня свой прибор отопления, своя котельная. Я знаю, о чем я говорю. Спасибо. Добавить, что Сергей Алексеевич сказал, да, да, даже та же тепловизионная съемка показывает много потери тепла, это через оконные проемы. Даже в тех случаях, где у людей установлены пластиковые окна, или они некачественно установлены, или некачественно пропенены, или сами окна некачественные. Много потеплозеленной съемки, даже в пластиковых окнах показывают потери тепла. Да, была еще проблема такая, но связано это тоже с тем, что у нас, мы все знаем, была ситуация какая в городе, после этого, конечно, внешние стены были промерзания, не промерзания, промерзания не было, просто немного остыли, да, и после того, когда дали соответствующее тепло, в некоторых квартирах появилось, и бывали случаи, что появился конденсат. Но это из-за резкого перепада, что это? Из-за вот этого скачка получилась точка росы на внешних стенах. Но это после того, как уже стены приобрели свою температуру, как положено, уже стены у многих, и оно высохло, это проблема во многих уже квартирах ушла сама. Вопрос еще по теплу в школах. Одиннадцатая школа и гимназия жалуются родителям, что дети замерзают. Это кому вопрос, я даже не знаю. Значит, на объектах образования установлены приборы учета, и руководители просто экономят топливно-энергетические ресурсы. Для того, чтобы у них составлялись практически все объекты образования, которые находятся на новой городе, они подключены к первому контуру. И они имеют возможность регулирования, теплового регулирования у себя сами. Наверное, последний вопрос. Все-таки 18-20 градусов – это холодно. И почему-то в прошлом году мы же не придерживались этого температурного режима. Этот закон появился только в этом году? Нет. Начинаете, пожалуйста. Нет, эти правила еще с 2005 года существуют. Норматива 354-го постановления правительства Российской Федерации. Я что хочу сказать. Вернемся в 2014 год, когда весь жилищно-коммунальный комплекс, огромный, принадлежал железной дороге. Железная дорога, будем говорить, баловала жителей города, мы будем говорить, и себя. В том числе, то есть, будем говорить, более высоким температурным режимом, чем установлено согласно постановлению правительства Российской Федерации. Значит, все приезжающие к нам в гости, либо из республики, либо из соседних регионов, то есть, говорили, что в домах, в квартирах, вернее, очень жарко, ну, будем говорить, комфортно и даже жарко. Значит, на сегодняшний день мы уже третий отопительный сезон выходим, значит, с новым муниципальным, но это теперь уже не муниципальным, с новым предприятием жилищно-коммунального хозяйства, то есть, которое, ну, один сезон отрабатывало и входило в процедуру банкротства. То есть, на сегодняшний день акционерное общество «Теплоэнерго», которое зашло по концессии на 10 лет, я так понимаю, не хочет повторять и не собирается повторять участи предыдущих предприятий, ресурсонабжающих, то есть, но это не означает о том, что они, значит, будут не соблюдать все эти температурные режимы, то есть, они будут идти в норме путем проведения всех мероприятий, которые Павел Петрович сказал, по регулировке сетей, и на сегодняшний день все теплоисточники работают в температурном режиме, который соответствует температуре наружного воздуха и утверждены приказами и согласованы с администрацией. Значит, единственное, что хотелось бы к нашим гражданам обратиться, то есть, не только спрашивать, значит, с ресурсонабжающих организаций, с председателями ТСЖ, с управляющих компанией, но и самим следить как собственниками за утеплением своих квартир и готовиться все-таки к прохождению утопительных сезонов не только путем писать жалобы, значит, и обращаться в различные инстанции, хотя это тоже, как бы, никому не запрещается, но и самим как собственникам, ну, будем говорить, следить за своими помещениями, квартирами, также за своими подъездами, то есть не ломать лишний раз доводчики на дверях, то есть не выбивать лишний раз стекла в подъездах, то есть я еще раз повторяю, что на сегодняшний день железная дорога ушла с этого рынка, значит, спонсоров на сегодняшний день нету, и нам всем надо понять, что и жителям, в том числе, нашим, что никто, никакой дядя не придет и ничего, как бы, не сделает в части того, чтобы температура у нас, то есть все будет зависеть от своевременной качественной оплаты за поставленные жилищно-коммунальные услуги, и, соответственно, ресурсно-набжающая организация будет получать именно те доходы, которые ей необходимы на формирование нормативного запаса угля, на своевременную выплату заработной платы, чтобы кадры в них также держались, а не на сегодняшний день. Кадровый вопрос тоже очень серьезно стоит, потому что постоянная задержка заработной платы и, будем говорить, ее не совсем соответствует тому труду, который коммунальщики, особенно те же машинисты котельных, то есть вообще в целом персонал предприятий жилищно-коммунального хозяйства, которые в круглосуточном режиме работают, то есть это, поверьте, нелегкая работа, и за данную работу они достойно и своевременно должны получать заработную плату. Поэтому я так понимаю, что и Павел Петрович, и совместно и с председателями ТСЖ, и с управляющими компаниями, то есть должны все-таки и с жителями нашего города должны понять, что никто, кроме нас, не поможет нам проходить качественно и своевременно начинать отопительное СИЗО. Хотел бы, наверное, добавить, что действительно наша задача обеспечить гражданам города качественным и комфортным проживанием, и это не говорит о том, что мы в большей степени, скажем, даже в угоду экономике проводим какие-то мероприятия и сдерживаем температурные режимы. Когда мы сможем довести уровень комфорта в домах до хотя бы нормативного, после этого можно будет задуматься о том, чтобы ей дать какие-то дополнительные тепла. Но, опять же, и со стороны гражданам тоже хотелось бы, чтобы и они пошли навстречу и также, в общем-то, экономили то тепло, которое приходит к ним домой. Тоже хотел бы обратиться к жителям города, чтобы в свое время наоплачивали коммунальные платежи, не накапливали долги, потому что на сегодняшний момент задолженность населения перед управляющей компанией, перед ресурсными, наснабжающими организациями тоже очень большая. Если, значит, чудо случится и на все за раз заплатят, можно приобрести угля столько, что здесь не хватит в городе места, куда его сплодировать, этот уголь. Потому что из этого можно понять, что не только от ресурсно-снабжающей управляющей компании, от администрации, но также большая часть зависит от жителей города. Управляющая компания, ресурсно-снабжающая организация круглая. Все 24 часа подают вам тепло, воду, электроэнергию. Есть некоторые жители, которые считают, что можно не платить долги. Есть людей по 100 тысяч и больше. От 200-40 тысяч. Призываю вас своевременно оплачивать коммунальные платежи. И если мы будем все добросовестными платильщиками, у нас таких ситуаций в городе не будет складываться. Вовремя будет и свет, и вода, и тепло. Ну, я думаю, сейчас как раз пришло время дать слово Максиму Сергеевичу, потому что, да, действительно, у нас в городе теперь единый тариф. Выровнулась, наконец, несправедливость, которая существовала долгие-долгие годы по платежам. Теперь у нас единый тариф. Но для жителей города, нового города, там, где тариф повысился на 47%, существует компенсация, которую выделили Республика Бурятия. И поэтому сейчас Максим Сергеевич скажет, порядок возврата данных денежных средств. Пожалуйста. Так, в рамках действующего постановления за номером 511 от 25 октября 2017 года принято правительство Республики Бурятия. Отдел социальной защиты производит компенсацию гражданам по оплате за коммунальные услуги, у которых оплата превысила максимально допустимый индекс. То есть, как в данном случае. Население мы ожидаем в основных центрах, это МРЦ, у нас происходит прием документов специалисты по проспекту Ленинградский и 60 лет СССР. Также клиентская служба работает в режиме повышенной готовности, то есть со стороны закона граждане могут обратиться. компенсацию получат все обратившиеся, то есть неважно, обратиться он сейчас, в декабре, в январе, феврале или в июне месяце. То есть выплата в любом случае будет рассчитываться с ноября 2017 года при условии, указанных в данном постановлении. На сегодняшний день производим приемку также через ТСЖ, ТСЖ активно с нами сотрудничает. Подписаны соответствующие соглашения о взаимодействии. Приемку документов от граждан они проводят и централизованно уже помимо специалистов клиентской службы передают ответственному специалисту, главному, который производит прием и обработку дальнейших данных. Так, по всем возникающим вопросам, да, потом вы можете сказать? Да, наверное. Чтобы, да, то есть может, граждане могут обратиться 2-22-18 и 2-23-00. То есть основные телефоны, в которых работают специалисты, которые дадут полную, объективную информацию. И хотелось бы также добавить, то есть обращение должно быть разовое у граждан, последующее обращение, приход и подтверждение по оплате не будет. То есть нет необходимости в связи с тем, что в рамках информационного взаимодействия мы уже, соответственно, будем получать сведения по оплате и произведить расчеты и выплаты. Еще два слова, можно, да? Да. Значит, я хотел бы что обратить внимание? Ну, вот управляющие компании, ТСЖ, очень внимательно на эти вопросы отреагируйте, пожалуйста. Вот, надо, чтобы адреса все были. Вот, кто обращается по этим поводам, да? Где холодно, где чего-то не хватает, чтобы все отработать вот эти заявления, вот эти жалобы. Ну, просто нельзя так сказать, что граждане вот такие, сами вот себе виноваты. Да, действительно, сегодня вот правильно отмечали все, что разбалансировка и тому подобное. А может быть и просто в определенных, просто халатности к этому делу. Еще что, я внимательно посмотрел, например, расчеты по гикокалории, значит, которые сделала ресурсоснабжающая организация, в данном случае, теплоэнерго, и как к этому отнеслись расчетам, значит, так, республиканская служба по тарифам. По их прогнозу, по прогнозу теплоэнерго, гикокалория должна была бы стоить 2235 рублей. Вот таким вот образом. По расчету РСТ, гика сегодня без НДСа стоит 1551 рубль. Вот с НДСом она стала 1884 рубля. То есть вычеркнули из... Вот РСТ пошло на то, чтобы уменьшить их расходы, значит, так, в том числе связанные с приобретением оборудования, значит, так, с проведением ремонтов плановых, и с повышением заработной платы и так далее. Уменьшение-то производим, а вот то, что Александр Сеевич сказал, значит, так, мы подталкиваем это к очередному банкротству. Вот в данном случае. То есть предприятие не развивается, оно просто вот будет на выживании. Здесь очень важно понять, что действительно не для кого-то, но не является секретом то, что когда повышается что-то, это цена на что-то, на услугу, на товар, оно вызывает всегда массу эмоций. Вот. Ну, мы сами с вами понимаем, что такое. Но и не видеть того, что будущее-то, в конце концов, мы сами строим, значит, так, и сегодняшним одним днем жить-то невозможно. И здесь действительно надо все... мы должны быть очень таким организованным городом в этом отношении. Не тянуть только одеяло на одну кровать, значит, так, надо, чтобы все, ну, вставали, значит, в данном случае понимание, что все это только лишь зависит от нас вместе. Что хочется сказать севербайкальцам? В принципе, наша ресурсосомжающая организация и администрация города делает все, чтобы в городе было тепло. В настоящее время на декабрь месяца запланирована приемка еще шесть составов угля, то есть угля будет достаточно. Поэтому просьба населения не задерживаться платежами за коммунальные услуги. Также, что еще хочется сказать? У нас постоянно работают вечно включенные рабочие линии. Наши горячие линии телефона. Это у нас единая диспетчерская служба. Телефон 2-36-51 или 1-1-2 с этого телефона. Звоните в любое время. Все заявки отрабатываются с ресурсо-собирающими организациями, с управляющими компаниями, со всеми. Это все делается в оперативном порядке. И вот эта обстановка, она должна стабилизироваться только благодаря вам, если вы будете нормально обращаться по всем существующим вопросам по теплооснабжению. Поэтому ждем ваших звонков. На все вопросы будем реагировать. Если не реагирует единая диспетчерская служба, обращайтесь ко мне. Спасибо. Спасибо большое всем. Шкафы-купе, встроенная и корпусная мебель по индивидуальным заказам от компании «Союзмебель». Интересные дизайнерские решения, высокое качество, бесплатный замер. Заявки принимаются в магазине и по телефону. Сделайте свой дом уютней. Создайте ваш неповторимый стиль с компанией «Союзмебель». Субтитры создавал DimaTorzok